Добрый день, дорогие зрители! Добрый день, Андрей Михайлович! Мы продолжаем наш цикл бесед о йоге, и сегодня мы затронем тему экологии. Андрей Михайлович, Вы основали экологическое движение «Экология человека, экология планеты», которое было создано в конце 80-х годов. Почему возникло это движение и как оно связано с йогой? Здравствуйте! Движение, которое возникло под названием «Экология человека, экология планеты», оно родилось у нас естественно стихийно из того понимания йоги, которое именно было в нашем пространстве, пространстве российской йоги. Мы об этом уже говорили. Йога понималась не как средство ухода человека в какое-то свое отдельное пространство, растворение в абсалюте, уход, слияние с Прахманом и так далее. А вот это все не связано с индийской философией, а связано с тем, что человек должен преобразовать свою жизнь, создать условия такие, которые могли бы развиваться не только ему самому, но и окружающему миру. То есть, помогать ему. То есть, это такая была позиция, которая отличала как раз российскую йогу философски от той, что сейчас присутствует или там, которая родилась, например, в Индии, как традиционная индийская йога. И вот поэтому, двигаясь в этом направлении, мы, естественно, пришли к пониманию, что нужно помогать миру. То есть, экология, это слово переводится как дом, да, то есть, дом, в котором человек живет. Нельзя быть здоровым, нельзя быть счастливым, когда ты живешь на помойке с радиоактивными отбросами, с полиэтиленовыми пакетами и так далее. Поэтому, что среда определяет и сознание человека. И, другой стороны, наоборот, сознание человека и сознание определяет среду, тоже взаимосвязанное. И поэтому, каков поп, таков и приход. Поэтому, человек, который прождает такое отношение к миру, к отношению к жизни, и к дому, в котором он живет, соответственно, это говорит о его состоянии, понимании себя и сознания, которое поделяет все это, все его поступки, действия, совершаемые. Вот это понимание, что та йога, которую мы развивали и развиваем, она, естественным образом, приходит к пониманию необходимости изменения сознания человека. Но и сознание, которое не уходит из мира, а, наоборот, приходит в мир и начинает его преобразовывать. Вот поэтому это движение экологии, оно и родилось таким образом, да, что, естественно, из этой технологии йоги. Вот. И где-то в начале 90-х годов мы создали уже документ, который стали пытаться его, как фонд даже, создали как фонд, обозначили на цели, задачи этого фонда. И это сразу движение было решено сделать международным. Мы тогда объединялись с общиной Мир Казахстана. Это Вячеслав Тимченко. Это был Петров, который из Украины, из Киева, Константин Петров, где Сидерский Андрей и Сидерский Лапа, Андрей Сидерский и Андрей Лапа, как раз вот мы создавали этот тройной союз и Россия. Это Академия экологии человека, которая была создана. И она объединяла эти три образования из разных стран, из Казахстана, Украины и России. Задачей было как раз создание этого фонда. Мы подали этот документ в Минюст, но он, пролежав там несколько месяцев, был нам возвращен без всяких объяснений. То есть никаких бумаг, никаких регистраций мы не получили. Понятно, что в те времена все это по-другому делалось. Фонды создавались для других целей. Мы движение свое продолжили. Оно не изменилось. Задача была такая объединить людей, которые занимаются разными духовными практиками, дать им направление этого движения, чтобы они не ориентированы были только лично на себя, на свое спасение какое-то, а именно ориентированы на соединение многих людей. Потому что в единстве у человека сила появляется и возможность эту силу применить для каких-то трансформаций, изменений, которые необходимы на планете. Это одна из задач. Вторая часть – это образовательная часть. была создана как раз школа йоги Андрея Лобанова и направление йога-лам, которое сейчас существует. Ее задача – дать такое понимание человека о самом себе и окружающем мире, в котором он мог правильно существовать, правильно жить, управлять своим здоровьем, управлять своей жизнеспособностью, управлять своим развитием, понимать свое место на земле, понимать, что он делает, как он делает, что он должен делать, свою миссию найти и в этом развиваться. И приносить как раз ту наработку, которую человек произвел в своем сознании для всего мира, для Вселенной. На этом построена концепция ноосферы, понимание ноосферы, понимание достижений уже современной физики, квантовой физики. Что каждое сознание, развиваясь, оно преодолевает какой-то рубеж, который был до него, и создает новые качества, новые знания, новую организацию энергии вокруг себя. И эти энергии начинают также участвовать в преобразованиях всего мира. То есть это как голограммическая картина мира, парадигма, которую Дэвид Бом, физик, создал. Как раз подтверждает это, что появление во любой точке какого-то изменения сознания отражается сразу на всей голограмме. Сразу везде все присутствует. Поэтому каждый человек, который развивается, который создает в себе внутренний совершенно другой какой-то полюс силы, знания, структурированности своего сознания, он тем самым привносит это все в копилку вселенной. Вот это понимание, на этом построено вот это экологическое движение. Что каждый человек, который начинает изменять в своем сознании негативности, которые в нем присутствуют, убирать их, очищать их, и создавать новые качества, новые формы сознания, то тем самым он участвует в развитии всей Вселенной. Это очень важный тезис. И поэтому нужна была образовательная программа, которая помогала бы внедрить вот эти знания людям, населения. И была создана программа образования. В 89-м году было первое образовательное учреждение, которое создано в СССР, которое подготавливало как раз по этим программам преподавателей. То, что сейчас это реализуется через чудо-традиции или Академию Традиционной системы оздоровления и развития человека, это те программы, как раз и адресованные вот в это направление йоги, которые помогают человеку научиться быть здоровым, применяя йогу как науку, науку и искусство одновременно, науку как получить состояние, способ, состояние йоги как и способ взаимодействия с миром и получить его правильное искусство, его применение в собственной жизни. Вот такая как бы задача. И это была вторая программа. А третья программа – это экологическое непосредственное воздействие на какие-то зоны планеты нашей страны, например, да, где есть так называемые ключевые такие точки, важные точки, так называемые сейчас места силы. И первым местом силы у нас была Волга. То есть в 1990 году мы провели первую конференцию экологии человека, экологии йоги. Экология йоги. Тогда у нас начинала называться йога, как система, которая помогала заменять экологию. И собираются те люди, которые что-то могут делать уже, то есть не на любой уровень, люди, которые обладают определенным потенциалом, силой. И собираясь вместе, они, совершая определенные действия, медитативные действия, то есть создают определенную среду, атмосферу вокруг, которая тоже так же начинает растекаться и вливаться в то негативное, что существует, и начинает его преобразовывать. Но это, потом я позже узнал, что аналог такого действия существует в Индии. Это праздник Кумхамела, так называемый фестиваль, и праздник, который был также предписан когда-то мудрецам, людям, достигшим определенной духовной силы собираться вместе определенное время и на берегу Ганги проводить вот эти вот омовения, как бы создавать, отдавать свою часть своей силы реке, которая дальше впадает в океан и растекается по всему миру. То есть такой обмен духовной силы, который существует, такой образ интересный, меня очень вдохновил в 2010 году, когда мы там были на этой Кумхамеле, и потом мы провели такой же обряд, например, у нас был, привезли воду из Кумхамела из Ганги, и мы ее так же вот собравшись, определенные сделали такой ритуал и поженили как бы Волгу с Гангой. То есть Волга впадает в Каспийское море, ну и дальше там тоже такая, как бы идея именно вот этого, через воду объединение сознания, объединение энергии на планете. Ну, вода формирует как раз, собирает в себя всю энергию, информацию, и поэтому вот как раз вода выбрана как источник такого движения. Если воду загрязняются, то все, то есть мы погибаем, то есть мы состоим из воды, мир состоит наш из воды, камень состоит из воды, поэтому все является водой. Вода носитель информации. Вот такая тоже идея. Но это уже не идея, это факт фактически. Вот потом вот эти вот движения мы стали распространять по точкам. Следующее было в 91-м году несколько акций. Это было Кавказ, Черное море, где тоже мы провели в Сочи Владимира Ряполова как раз на его базе в Кавказской ривере. Это семинар программы экологической. Потом дальше у нас был Байкал в 91-м году. Там очень уникальное было явление. Мы были на бурятской стороне, и у нас как раз совпало, это был август, мы попали как раз на тот пик, когда был путь у нас здесь в 91-м году, переворот. Очень интересное было явление. Итак, мир, ну, немножко такая история. Когда мы попали на эту базу, эта база была геологов, геологической партии Иркутской. И там мы проводили, это 5 километров от озера, от самого Байкала, и на озере так называемый Катакиль, то есть это мини-Байкал. То есть считается, что это материнское озеро, маленькое, она повторяла Байкал, только в очень маленьком размере. Там также есть остров типа Ольхона, маленький совсем. И мы бегали утром, вечером 5 километров к Байкалу, купались, загорали, проводили занятия и возвращались опять к себе на базу. К нам присоединилась одна группа странных людей, которые, ну, в то время начались как раз движения, вот эти вот такие странные экстрасенсы, которые там, шаманы, экстрасенсы, которые, значит, чего-то делали, снимали какие-то кармические рюкзаки, отпиливали хвосты. Ну, то есть это такой бред и маразм, который в тот период был прям очень проявлен. И вот эта группа влилась к нам, откуда-то не узнали про нашу, про нашу такую конференцию. И вот вокруг нас буквально бегали, там смущали народ, пытаясь им там резать хвосты, снимать рюкзаки кармические. Народ сначала с интересом разглянул это, потом они начали шарахаться, бегать от этих всех экстрасенсов-шаманов. Почему не только собрались, они из Питера приехали, из Москвы приехали, откуда-то из других городов приехали, из Бурятии, из Урлан-Удэ приехали. В итоге, когда мы решили такое, приняли решение, что надо покинуть лагерь, взяли палатки, и мы переместились на берег Байкала. И это как раз было накануне этого путча. И когда мы переселились, была очень хорошая погода, просто было прекрасное солнце, тепло, все такое. И за нами эта толпа этих экстрасенсов также подалась. Но начался дождь. Причем как-то мгновенно сменилась погода, и тучи черные, и всех этих экстрасенсов смыло волной. Они обязательно убежали опять в лагерь. Но мы приняли решение, что мы остаемся здесь, не говоря ни на что. У нас были дети, у нас были пожилые женщины, мужчины, и мы быстро готовили дрова, которые складывали под пленкой. И наши палатки мгновенно все промокли, потому что дождь шел такой стеной несколько часов. Фактически всю ночь шел. И мы тоже были все мокрые, промокшие, и вот мы подкладывали огонь, костер в огонь, дрова в огонь, и у нас костер как бы постоянно горел. Когда мы замерзали, мы раздевались и бежали голые все в Байкал. Мы ездили в Байкал, потом прибегали к костру, грелись, и вот так у нас всю ночь было огонь, вода, огонь, вода. И дети с нами так же все. И вот под утро мы уже, дождик заканчивается, и мы садимся на мокрую эту поляну и проводим такую медитацию на восходе солнца. И у всех почти одинаковое было такое видение, как из Байкала вышла какая-то сила, энергия, как ядерный гриб, ее прессуют, и вот такая сила как бы и она поднялась, поднялась, и начала распространяться вокруг. Такое ощущение, что она растекалась по планете. То есть, не вот просто в одном месте, оно как-то ушло. Причем, это видение было у многих, когда, естественно, было с закрытыми глазами, мы медитировали, потом обменялись вот этими впечатлениями. Всех такое было прямо такое удивительное совпадение. И вот, и когда уже несколько часов прошло, мы начали тут уже налаживать свой быт, сушить палатки, все такое прочее. И в это время появляется, значит, вот эта вот команда из лагеря. Говорят, что в Москве произошел путь, вот, которая вот как раз совпала все в этот момент. Вот хотите, верьте, хотите, нет. То есть, какие-то такие моменты, энергетические точки, они реагируют планеты на что-то происходящее, очень, видимо, важное, значимое, знаковое. Вот, поэтому вот эти вот программы в дальнейшем проводили на Тяньшане, специально, вот здесь такая долина йогов, проходное ущелье, там дважды мы туда приезжали, там тоже проводили эти конференции, тоже очень интересно, когда видишь, как природа начинает реагировать на любые такие вот воздействия человека, да, если он неправильно себя ведет, то тоже там происходят какие-то вот изменения. Я вот рассказываю историю одну, когда у нас была группа на Алтай, мы шли, также у нас была конференция Кучерлинская, ну, я, по-моему, рассказывал эту историю. У нас была группа молодых людей, которые очень амбициозны, надо было куда-то бежать, они такие считали себя уже продвинутыми йогами молодыми, и они вот буквально шли на расстоянии часа-полтора от нас, впереди нас бежали, и когда мы приходили, они все время были мокрые и злые, мы удивлялись, почему вы, у нас было солнце, мы шли все время в солнце, у нас было все прекрасно, они все мокрые и злые, они говорят, все дождь, всю дорогу шел дождь над нами, как же так, никакого дождя нет, мы шли вот за вами, и над нами ничего не было, а вот они между собой все ругались, у них была вот эта какая-то атмосфера такого соперничества друг с другом, негативного, и их постоянно мочило, такое ощущение, что над ними шла туча, и не ощущение, а реальность, что над ними такая была туча, которая их просто, так сказать, сопровождала всю дорогу, пока они шли до этого лагерь, поэтому такие вот моменты, они очень интересно показывают, как важно находиться человеку в природе, как правильно относиться с миром, когда мы находимся вот в этом спутанном сообществе людском, где все переплетено, все перепутано, и природы уже не осталось, то это уже как бы другая реальность, другой мир возникает, здесь люди в больших городах, это 30-километровая зона, которую нужно пересекать, и тогда уже можно ощущать, но она как бы распространяется даже дальше, но вот обычно 30-километров этого можно четко ощущать, как бы вот эти все мысли, все тревоги этого города, они как бы за вами как бы следует, следует, потом как бум, обрезало, и все, как будто ничего нет, и вы сознание меняете, и вот это вот моменты, которые мы перенесли в эти экологические какие-то дальнейшие походы, где мы проводили собирали людей, первое у меня было дело в 94-м году, когда маленькая группа, у нас 4 человека было, мы пошли в Непал и прошли через один перевал, это вот такой массив, есть, она пурная, и вот мы первый раз совершили этот вот проход без гидов, без помощников, не зная, куда идти, по карте просто шли, и вот мы там так дошли, что нам пришлось переночевать на перевале на этом 5400, и ночью мы потом, как бы, пережив ночь, мы там спустились, это тоже интересная история, когда понимаешь, насколько оказывается мы были близки, так сказать, к каким-то летальным вещам, потому что у нас одна женщина, одна была женщина с нами, она получила горную болезнь, поэтому мы не могли дальше двигаться, у нас уже перевал был, вот 50 метров уже был подняться, она говорит, я не могу, вот бросите меня, или я умру, сейчас здесь, не хочу никуда идти, и нам пришлось разбить какие-то палатки, которые с нами чудом оказались, которые не работали, одна была без стойки, другая не закрывалась в замок, и вот в таком вот варианте мы вода кончилась, вот топили просто снег и пили его, и вот так вот всю ночь мы как бы так где-то в 25-30 может быть градусов где-то было, потому что стреляли эти скалы, лед, когда отрезкается от мороза, он там как из пушки стреляет, уже такой перевал, да, это две большие, две горы, и между ними такой вот как глажбинка, которая проходит, вот то справа, то слева такой бу-бу-бу-бу, что-то сыпется, это вот сначала мы обращали внимание, потом уже было не до этого, потому что настолько было всем хорошо, что уже лишь бы хоть как-то заснуть, и вот утром мы прожили все это дело, один оботделался парень, делался бронхитом, всю дорогу потом кашу, я улечил всякими травами, которые там находил, ну, то есть, вот эти вот походы, они помогали правильно ориентироваться как бы в мире, живом мире, вот это такой интересный был опыт, и дальше захотели следующий поход сделать, следующий, вот у нас была такая достаточно большая такая серия таких проектов, программ с Гималаями, там, с Фанскими горами, Тяньша, и так далее, то есть, горные места, они помогали как раз вот что-то для себя пережить, понять, как надо правильно себя вести, как надо правильно чувствовать мир окружающий, ты здесь находишься вот вне цивилизации, ты вот один на один с чем-то, что ты есть, и это очень здорово, открывается самая крутая йога, которая можно было там для себя создать, никакие условия там не придумаешь, там, это ни коврики, ничего тут не делают, а тут вот у тебя перевал, тебе нужно идти, сил нет, она и должна идти, добраться, скрипя зубами, либо наоборот, нужно найти способ как это перестать думать о том, что тебе тяжело, то есть это такие как раз находились способы как управлять своим сознанием, управлять своими энергиями, ресурсами, чтобы там создалась даже целая йога, горная йога, то есть когда как правильно пройти маршрут, как научиться там дышать, двигаться, какое должно быть состояние сознания, что можно делать во время этого похода, как пролить внимание на какие точки, как его разворачивать, многие же как идут перед собой, движут цель вперед-вперед, а все мимо проходит всю красоту, вот, учиться уметь удерживать внимание развернутым, объемным, и при этом совершая какие-то действия, чтобы не наступить ни на змею, ни на камень, ни упасть, при этом все остальное воспринимать как некое живое пространство, в котором ты находишься, это тоже все связано вот с теми экологическими формами, ну и, соответственно, вот это экологические медитации и медитации мира, которые мы сейчас проводим также уже в группах и на разных наших фестивалях, программах, их идея в том, что, да, это в учебнике у нас описаны, кстати, эти программы, важно, чтобы человек пришел не просто он думал о мире, о том, как всем хорошо должно быть, это все такие детские лепетки, нужно уйти в тот слой сознания, где на самом деле существует этот мир и его поддерживать, то есть, это та самая внутренняя тишина и глубина, которая как раз и является опорой для этого мира, основа, и вот погружаясь специальными технологиями, мы погружаемся в такое состояние и присутствуем в нем, вот это гораздо важнее там кричать мир, 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 там хоть полчаса, хоть час, это толку не от этого, когда ты минуты просто пребываешь в этом состоянии, она гораздо важнее, чем вот эти вот какие-то песнопения или там разговоры на тему о мире, где тоже, конечно, это важно, но глубина погружения и глубина воздействия такого плана, она намного серьезнее, намного интереснее, вот такие вот экологические движения, которые, вот эти программы экологических семинаров, поездок, медитаций, они легли вот в основу этой программы, потом у нас появился, был губернатор Борис Немцов, который, значит, инициировал создание Нижегородского центра ЮНЕСКО, и мы как вошли в этот центр ЮНЕСКО, как одна из программ экологии, как раз программа экологии, где вот эти вот экология, Академия экологии она называлась, вот эти все программы мы также реализовывали под эгидой этого центра какое-то время, вот, была также программа сделана очень большая такая на уровне тоже была СНГ, это мы арендовали ТЮС, наш театр юного зрителя, и было собрано такое собрание всех разных представителей разных направлений, разных течений, духовных, саморазвития, систем, йогов и так далее, там был зам губернатора Мартынов Евгений Павлович, который тоже выступал, у него была своя статья и свой доклад на эту тему, это как раз меня это спотенциировало вот посещение в Алма-Ате в 92-м году, вот этого конгресса духовного согласия, которое под эгидой «Мир через культуру», Верельевского движения, это тоже меня как бы стимулировало то, что вот это объединение попробовать создать, и какое-то время нам действительно это удалось, потому что в городе, где вот это вот началась какая-то атмосфера такого недружелюбия, каждый там сам себе, мы, вот у нас самые лучшие учения, мы самые все понимаем, лучше всех вас, вот у нас такое есть, у вас такого нет, ну, такой какой-то детский сад, который делит песочницу, когда люди собрались вместе и увидели, что, собственно, делить-то нечего, почти все вещи, которые они используют, только называются в других системах по-разному, по-другому, а суть их одна и та же, нечего делить-то совсем, и это поменяло атмосферу в городе очень здорово, то есть мы после этого как раз это движение как-то поддерживали там тоже Рериховское движение, они там тоже создавали эти конференции, но я уже немножко от этого отошел и ушли больше в образовательную часть, стали заниматься образованием. Какие были ваши дальнейшие планы по работе в этом направлении? А дальше вот мы хотели бы как бы найти какую-то свою площадку для этого, чтобы реализовывать это. И мы ее нашли, собственно говоря, это было тоже в 92-м году, возникла очень там целая интересная история, как вот эти потоки информационные, они протекают через века. Вот еще интересная история, значит, нахождение этого места, которое стало называться Мирайленд. Это есть в Дальнеконстантиновском районе, одна деревня называется Большое Сеськино. Сеська это Камар переводится по-мордовски, Большой Камар. Вот. Это имя, это имя, собственное имя какого-то одного мордвина, как выяснилось. У нас Валяка Большой Камар. Он основал это дерево, видимо. Вообще, вся эта волость была Тирюшанской, Тирюшевской, такая, так сказать, волость, или волость мордвы Тирюшевской. До начала 19-го века они там почти полностью, все деревни были мордовские. И вот в этом месте в одной из деревень, как раз в Большом Сеськино, где мы потом спустя пару веков мы тоже обосновались. Я просто расскажу эту историю с того времени, интересно, когда 1808- 710 год вот в этой Большом Сеськино, в этом деревне, в этой деревне родился крепостной крестьянин, который принадлежал одной помещице, графине, так сказать. И это очень у него была многодетная семья, бедная, он был углежогом, неграмотным, естественно, совершенно без каких-то возможностей к образованию. и у него возникает идея о том, видение у него пришло, видение, что он должен возглавить движение Мордвы, потому что миру грозит гибель. То есть, такая апокалипсис очередная, которая возникает. Но то, что как я понимаю этот апокалипсис, он был связан с тем, что люди потеряли связь с землей, связь с богами, с природными богами, с природной силой, которая окружает человека. И это появилось потому, что Мордву насильственную крестили большей частью, и произошло это отделение Мордвы от той исконной религии, которая у них была. И он стал призывать к тому, что ему в этом видении сказали его силы какие-то, которые на него вышли, что для того, чтобы спасти вообще весь мир, не только Мордву, необходимо через Мордву, чтобы они вот эту свою веру поддержали и продолжали ее культивировать, не терять, иначе как раз через это они потом дальше могут передать другим народам, людям, как надо правильно взаимодействовать с окружающим миром, с природой, через вот эти божества, через почитание природы, деревьев, источников и так далее. То есть, то, что мир обожествлен, он живой. И он начал проповедовать это своим соплеменникам, и народ стал слушать его. То есть, человек как бы преобразился. Вот эта сила, которая в него вошла, дала ему какие-то особенные возможности, и он стал создавать вокруг себя какое-то движение людей, которые стали к нему из других деревень приходить. Он сидел как раз на той самой территории, где потом как выяснилось, это сейчас наша территория, где мы сейчас располагаем наш центр. Вот в этих местах. И, сидя на дереве, он там проповедовал, рассказывал, что нужно делать. Он призывал людей к тому, чтобы они открыто молились, молились своим богам. То есть, Мордова была крещена, но, с другой стороны, она сохраняла свою веру, и по ночам они совершали эти молебны, моляны свои, так называемые, на полянах, возле вот этих вот каких-то ручьев, озер, которые почитались священными, так называемые керемети делали, специальные, то есть, это гаражировалось такими изгородью, плетенками, и там ставились толбы. Ну, там целый ритуал. это то, что описано вот в такой работе Мельникова-Печерского. Собственно говоря, как раз это описывает те самые наши места, которые как раз происходили, вот эти последние моляны, так называемые, которые были, которые он разбирался. Но это чуть-чуть попозже я расскажу про это место. Так вот, так называемый Кузьма Алексеев, вот этот вот, почему фамилия его тоже неизвестна, потому что это Кузьма Алексеев, сын. Поэтому непонятно, какое настоящее его имя. И он это движение вывел на волосной уровень. То есть, там несколько тысяч человек, мордвы, стало открыто ходить на эти моляны, не боясь преследований, которые были со стороны церкви, со стороны властей. Вот. И нещадно уничтожали эти кереметии. То есть, когда русское население пришло, особенно христианские все движения, заставляли их креститься и убирать все то, что там было из прежнего культа. Вот. Собственно говоря, это возмутило и озаботило, естественно, народ, так сказать, правительственный и духовенство, и он был арестован, его секли, ему вырули нозри, ему приговорили каторги, где он изгинул, где-то в Иркутской области. Но, при этом, он опять явился, как по образу Иисуса, явился в мордве, многие его увидели живым и стали его возжествлять, он появился как бог. Сначала был как пророк, потом стал кузька-богом, кузька-бог. Вот, недалеко от нашего лагеря, это экологического кемпинга, там, значит, есть так называемое озеро Кузьмич, Кузьмилексеево озеро, пруд с тем, что там роща была, где тоже он был, и поэтому роща называлась Кузьмой, Кузьмерь. Недалеко там создавались вот эти как раз кереметия, деревня, там Малая Сеськино, Татарская, там есть такие места, где сейчас это все пытаются начать возрождать. Есть желание властей сохранять культуру, этническую культуру, чести народа. Народ потерял язык, собственно говоря, это тирюшанские племя, тирюшанские мордвы, они потеряли свой язык, они сейчас полностью почти обрюссели, и языка уже нет как такового. Хотя это уникальное племя, которое откуда-то пришло, село вот на этих территориях, имеет свой определенный какой-то уникальный костюм, что исследуют сейчас историки, этнографы, и так далее. То есть, это то, что было в начале 1800-х годов. И то же самое появляется подобное мое желание и стремление найти место для реализации этой программы, экологической программы фактически, похоже, как бы спасение человека, изменяя экологию планеты, изменяя его сознание. Мне легко удается, какие-то связи появляются, люди, которые говорят, слушай, вот там есть деревня одна, вот мои знакомые, мой сосед, там есть место, можешь пройти, поговорить, может быть, возьмешь участок, я приехал, посмотрел, мне понравилось, взял участок, потом пошел, заработал под администрацией, пообщались с администрацией, пожалуйста, мы можем, администрация заинтересовалась здоровым образом жизни, так сказать, какими-то нашими проектами, ну и как раз приехала в этот момент Люси Хилл Пармананда, и мы туда ее тоже привезли, и обженную территорию, 15 гектар земли с лесом, шикарное место такое, как раз вот эти все рощи там тоже попали туда, и мы устроили там вот эту пуджу, которую проводила Пармананда, это может быть как раз и закрепило это место, потому что мы хотели строить там со всеми программами, был спонсор, очень быстро разорился в 90-е годы, поэтому там все менялось, деньги быстро появлялись и быстро исчезали, и собственно говоря у нас средств нет, а то, чтобы строить это у нас не получалось, поэтому мы как-то эту территорию и собственно забросили, фактически, я думал, что она уже совсем потерялась, но в какой-то момент разговаривая с одним чиновником, он говорит, слушайте, все нормально, вы можете, еще у вас есть время переоформить ее из того пользования, которое у вас было, либо в аренду, либо в собственность ее взять, и мы начали это делать, и вот уже третий год на этой территории у нас уже осуществует эко-кэмп, то есть была огороженная территория, она уже не 15 гектаров, мы оставили полтора гектара только, потому что это все дорого стало, и вот так мы опять пришли на те самые земли, которые Кузька Бог, Кузьма Алексеев два столетия спустя как раз это все аж больше, чем два столетия получается, почти три, он это все запускал, и на этой территории сейчас разворачивается такое движение, чем еще интересно это место, вот то, что описывает Андрей Печерский, это он был в свое время чиновником, тайным советником, который занимался как раз вот проблемой мордой, и был мор, то ли холера, то ли какое-то еще какое-то заболевание, какое-то заболевание, которое косило местное население, и не помогали никакие средства, и тогда местное население вспомнили, что они мордва, и решили устроить маляны, как развал 1847, по-моему, 48-ой год, и это были последние как бы известные маляны, такие вот, которые открыто были определены, и всех зачинщиков этих малян, да, причем, как маляны провели, то мор спал, то есть пошло все на выздоровление, все люди, которые там заболевали, и разбираться с этим послали как раз вот его, была комиссия созданная, которая разбирался, и вот он на основе этой комиссии, как раз вот этих допросов, тех людей, которые он допрашивал, был создан отчет, который был отослан, так сказать, в тайное охранное отделение, да, и он послужил как бы некой программой, как ну, усмирять морду, то же самое, да, потом, когда Печорский ушел из этой службы, он вернулся, опять же, к этим заучеркам, и уже написал, издал эту книгу, как такой литературный, этнический, этнический, этнографический, вернее, как бы, очерк, который как раз вводит нас в понимание, как жили и молились исконное население, которое проживало на нашей территории, территории Нижегородской области, вот, это мордва, морейцы, и также у нас многочуваши, да, вот это вот чувашская часть, которая отделилась, ну, это все исходная территория этих племен, которые существовали вместе с славянскими племенами, существовали, жили, вот, вот такая вот история, связанная с местом. Как развивается на этом месте экологический проект сейчас? территория, которую мы оградили, там есть пять, уже сейчас пространств, пять залов для занятий. Задача как раз проводить здесь образовательные курсы, образовательные программы, фестивали, вот, там уже два раза мы проводили Международный день йоги, пока это были палаточные лагеря, сейчас там уже 13 домиков существует, где можно жить, там электричество, вода есть, поэтому уже условия очень быстро, так сказать, улучшаются. Построен большой дом, где есть тоже зал наверху, есть закрытые площадки, где можно проводить занятия, столовая построена сейчас, и кухня, ну, то есть, вот, меняется очень быстро, там за два-три года, собственно, и в третий год мы устроимся, и это уже такая территория, где уже люди просятся туда приезжать, проводить семинары, занятия, то есть, это не только йоги могут быть, там люди, которые занимаются паевыми искусствами, потому что там сейчас вот мы планируем с китайской стороной провести, там, значит, первый такой семинар по новому направлению тайцзи, так называется, лушу, лу, то есть, луши называется, да, луши, вот, есть направление ян, чэнь, у и лу, вот это вот, лу почти неизвестен вообще у нас в России, вот только в этом году эта делегация заехала в Москву, потом в Питер, и вот представитель, который занимается этими обучениями, китаец, Го Сюн Чун, вот он, мы с ним давно сотрудничаем, уже семь лет проводим обучение преподавателей по традиционным системам, как раз китайским, и вот это он будет давать первый раз в России обучение по программе лушу. Вот, так что такая территория развивается, в этом году мы планируем провести там Международный день йоги, также вторую часть этого Международного дня йоги, первая часть будет у нас проведена на стадионе новом, который был построен для проведения чемпионата мира по футболу, а вторая часть будет как раз как семинарская часть, и мастер-классы будет проходить на нашей территории. Ну, вот такая краткая информация о экологическом движении, которое, оно продолжается, я думаю, что к нему надо очень серьезно относиться и присоединяться к этому, потому что, я думаю, что большей частью молодых людей это должна заинтересовать, потому что им жить дальше на этой земле, как, какое качество жизни будет, какая будет земля. Ну, важно, что не только что-то делать вовне, но и внутри, потому что все начинается из внутреннего пространства. То есть, экологическое сознание это как раз то сознание, которое приходит в результате практики, практики того, что человек начинает погружаться, изучать себя и находит как раз вот это неразрывное, нераздельное я свое, соединенное с миром, со всем миром. И переживая это состояние единения, это духовное единение, то, что это есть духовное единство, то человек уже не способен уничтожать окружающий мир, потому что он понимает, что уничтожает самого себя. Вот это основа понимания экологии сознания, экологии человека, экологии планеты. И вот как раз в этом направлении это как бы основная задача программы Йога-Лам, то есть изменение человека, в первом этапе, как мы с вами говорили, это изменение выхода на состояние здоровья или жизнеспособности системы, а потом дальше изучать себя с помощью специальных инструментов йогических, с тем, чтобы выйти на эти глубинные связи, понимание себя единства своего со всем миром и это как раз меняет и окружающий мир. Вот на этом наверное все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok